Всем привет, с вами Дарья Кей. Я думаю, вы заметили, что нам ничего-то не хватает. Да, сегодня будет видео про брови. Риммель прислали мне вот такой вот интересный конверт. На нем изображена кара с короткими волосами. Кстати, блин, она подстриглась, и ей это даже больше идет по темпераменту, мне кажется. Сзади написано Риммель. В нем представлен комплект того, что вложено в него, и Риммель призывает нас поухаживать за бровями и привести их в порядок. Ухоженные, выразительные, естественные брови. Собственно, я не знаю, то, что я их сегодня не подщипала, повредит как-то и добавит немножко больше естественности. Это мы с вами проверим. Брови Кара. Что мы тут можем у нее увидеть? У Кара, как всегда, максимальная естественность за бровях, которая была в тренде в году 2014 или 2012. Или, наверное, 2013. Все-таки что-то, наверное, посередине. А продукты тут пудры для бровей, помада для бровей, карандаш для бровей, гель и карандаш с фиброй, которым я успешно пользуюсь во втором оттенке. Так. Кстати, хочу вас обратить на минуточку, мой фон изменился. Это что значит? То, что я переехала до моей депрессии, возможно, не точно, это никто не знает. Конец. Да, я буду снимать больше видео два раза в неделю, как я сейчас планирую, так что подписывайтесь на мой канал. Вот. А я продолжаю рисовать брови. Я буду использовать толстый карандаш от Rimmel Browses Way Pomade, как они называют. Медиум, второй оттенок. И я предполагаю, что он восковый и должен как-то зафиксировать мои брови. И нанесу на все тело брови и на начало даже немножко. Да, он фиксирует брови. Сейчас я постараюсь сделать максимально широкие брови. Надеюсь, вы не испугаетесь. Ну, то есть, блин, я не хочу сейчас рисовать те брови, которые я обычно рисую. Я хочу сейчас сделать максимально волчью естественность, как у Кара. Кстати, много кто мне говорил сделать перевоплощение на Кару. Это все еще актуально, да? Чтобы распределить, я использую обычную кисточку, скошенную для бровей. И прямо растушевываю, куда только глаза глядят. Я делаю бровь шире, чем обычно. И распределяю по всей брови, но потом акцентные какие-то места, типа как хвостик. Я буду уже прорабатывать маленьким карандашом с фиброй, чтобы сделать более насыщенным его. Приятные новости. Я переехала, и стены у меня сейчас белые. Я хотела белые стены, просто не знаю. Это мечта нормального человека, какая-нибудь просто там крутая кухня или еще что-нибудь. Мечта блогера – белые стены. Я растушевала бровь. Она сохранила свою форму, более широкую, чем моя бровь, но не потеряла естественность. То есть, есть форма, есть естественность, ухоженность и естественность. То, что нам внедряет, так скажем, бренд Rimmel со своими продуктами. То есть, нужно ухаживать за своими бровями. Я пошла доделать вторую бровь, и будем переходить к следующему шагу. Но это моя страсть – использовать несколько продуктов на бровях. Поэтому мы берем следующий карандаш. И я буду использовать карандаш от Rimmel с фиброй, который содержит в себе какие-то волокна, которые добавляют густоты вашим бровям. Только на кончик. Только на кончик. Только на кончик. И буду использовать такие штрихообразные движения. Опять же, чтобы добавить густоты и потом их не растушевывать. Пушистые мохнатые брови снова в тренде. Но не нужно забывать, что форма бровей меняет форму лица. И поэтому, если вы нарисуете бесформенные брови, то они не будут дополнять ваше лицо и просто потеряются на нем. Повторяю то же самое со второй бровью. Просто штрихообразные полосы. Ой, я уже чувствую, как мои брови зафиксировались. Два продукта на них – это как бы, ну, наверное, too much для обычного человека. Я бы использовала, если у вас широкие брови и у них есть форма, это карандаш-помаду. Если вам нужно прорисовать форму, то используйте карандаш с фиброй, потому что он легко рисует нужные полосочки. И при растушевке они превращаются в нежную дымку. Ой, ну не знаю, для полного комплекта можно использовать пудру для бровей рассыпчатую. Филинг паудер. Ну, прям совсем чуть-чуть, но я тоже нанесу. Пудра имеет наконечник толстой подводки. На ней микро-микро волокно, которое удерживает эту пудру и потом переносит на брови. То есть это больше как тени для бровей. Ой, как сильно, она очень сильно окрашивает, поэтому наносить нужно очень легкими движениями. И опять же, у меня это второй оттенок – Medium Brown. Она просто заполняет пробелы, не давая волоскам шанса быть лишивыми. Так, ну ладно, мне почему-то захотелось уже по харду пойти, сделать себе брови чуть темнее. Она их затемняет, либо это наслоение продуктов уже работает. Ну вот, как-то так. Сейчас лишнее я смахну кисточкой. После того, как я убрала излишки, получился вот такой вот эффект. Он не менее темный, и мне подходит уже немножко с натяжкой. То есть использование третьего продукта было лишним. Я думаю, нужно остановиться на том, чтобы либо использовать помаду, ну и, может быть, карандаш фибра, либо карандаш и в последующем гель, которым я все закреплю, либо пудру и гель, потому что выходит слишком много продуктов, и слои уплотняются, и получается слишком темный цвет. Можно было бы попробовать это с оттенком Blonde, но вот с оттенком Medium выходит для меня темновато. Сейчас я закреплю все прозрачным гелем для бровей. Это четвертый оттенок прозрачный, есть еще цветные, тоже из этой же серии Brow This Way. На упаковке написано, что этот гель для бровей идет с органовым маслом. То есть в теории он должен брови еще и укреплять. Так. Я хорошо зачесываю их наверх. Этим гелем для бровей я уже пользовалась, и я знаю, что он работает. Этим гелем можно также создать мокрый эффект, если добавить побольше геля, либо просто зачесать на одной вариант. Просто немножечко расчесываю против роста волос. Гелем для бровей я уже пользовалась, и он отлично выполняет именно в прозрачном оттенке свою задачу. Он подчеркивает волоски после того, как они были запалены либо пудрой для бровей, либо помадой, или карандашом. Он их восстанавливает, и они снова появляются на вашем лице. Вот такой вот образ у меня получился. Не знаю, похоже это на картинку с карой или нет. Ну, я как бы неестественно, естественно, я не хотела повторить брови кары. Это было бы просто смешно, потому что у нее огромные, при огромной гусенице. Ничего ли, нефтенкара. Но я постаралась создать со своими бровями ухоженный и естественный вид, поэтому вы можете его оценить внизу в комментариях от 0 до 10 лайчочков. С вами была Дарья Кей, до скорых встреч, пока-пока, увидимся в следующих видео.